— Доброе утро! — Доброе утро, товарищи, дамы и господа! — У Хеффица большой, он, видите, какой он держит. — Это была реклама, это была реклама. — У нас маленькие, а у него большие. — Это была реклама. — Чашки, чашки. — А главное, дети, реклама. — Мы про чашку, собственно говоря. — Сегодня у нас опять воскресенье, утро, Старый Арбат. — На улице, ой, какая гадость. — И вот как раз я шел сюда и думал о сегодняшней теме, потому что на улице какой-то недавно случился мрак. — Папокалипсис. — И Москва погрузилась во мрак. Пропал ненавистный прокуратур в город, понимаешь? И он покрылся мраком, спробелым, потом черным. Сегодня он покрылся каким-то смрадом и водой, и весь погрязь какой-то грязи в воде. В болоте не превосходится в сплошное грязное озеро. — Властелин Дейца не ты писал, что ли? — Нет, нет. — Я знаю, что, может, кто-то автор. — И вот эта Москва, она вся как Венеция, потопла в воде. И еще сразу же не вспоминается. Вот когда вот весна, она приходит, она постоянно вот что-то тает, тает, что-то вытаивает. — Да-да-да, я иду, и солнце пляжет в лужи талого говна и так далее. — Не останавливайся. — Это футуризм. — Да-да-да. — Понятно. — А вот сейчас оно еще и мокрое, мрачное. И поэтому я вспомнил тему, которую нас очень просили, один из наших постоянных слушательно-читателей, зрителей и всего остального. Он очень нас спросил, говорит, а человек, говорит, вы не говорите про тему, что скоро нам всем кранты. Нам очередной раз должен скоро прийти конец. — Мы говорили об этом, но смутно и горит. — Ну смутно, да, поэтому он скажет, что мы очень невняты, что тему сисек мы не раскрыли. — Да. — И поэтому он скажет, что вот 12-й год вроде самый последний, мы все сдохнем скоро. — Да. — И что мы тут говорим про какие-то непонятные темы, про какие-то там, не знаю, там, образования, никому не нужно. Все равно все умирать, зачем учиться? — Да. — Причем самое интересное, вот 912-й год. То нас все время какой-то злобный француз пугает, что мы в 999 году умрем, то нас теперь пугают какие-то злобные маи, что мы в 12-м году все сдохнем. Потом утверждают себя, начинают, что маи вообще ошиблись зачем-то. — Да. Это же у Трофимова есть такая песня. «Почему нас все время пугают, да? Я никак, ребята, в толк не возьму». — Да? — Не знаю, я не знаю. — Просто плохо знакомишь с творчеством. — Ой, напрасно. Замечательный, замечательный бар. Это была реклама. — Да. — Так вот, можно? — Поделишься? — Можно? Я поделюсь всем, что у меня есть. А так у меня ничего нет. — Нет, тогда так. — Значит, во-первых, мы говорили об этом. Это точно. Просто скользом и мельком. — Очень скользом. — Во-вторых, я не знаю, что говорить, потому что ты апокалипсис описал в самом начале. Совершенно потрясающе. — Он уже настал. — Да? — Вы уже не заметили. Он на самом деле в 99-м году уже настал. Мы все давно умерли. Вот там ведь, поди секундочку, там в апокалипсисе как? Там должно быть семь лет мрака, да? Вот. И там должно быть, что спирал самый лучший, он всякое дерьмо здесь останется. — По-моему, ему мраку уже не семь, а десять лет. — Ну, смотри. Там и глядя как? Что самых лучших заберут туда. А здесь становится всякое дерьмо. — Так их забрали уже. — О! — Ты что, я пропустил? — Я не понимаю. — Я про это и говорю. Их забрали уже. И те, кто более-менее еще ничего, их постепенно забирают отсюда. Да, у Горченко недавно ушла, к сожалению. Вот. Но это как бы вот именно хороших забирают, а всякое дерьмо остается. Вот. Ну, мы сидим здесь и так далее. — Ага. — Ну, мы не всякое. Мы отборное. — Отборное. — Да. Нас заберут в последнюю очередь. — Чтобы мучились дольше всех. — Мы должны. Нет. Мы должны фиксировать процесс. Я что с самого начала хочу сказать? Что вообще разговоры все о конце света в 2012 году — это, прежде всего, антироссийская провокация МОСАДА. Я объясню. Это антироссийская провокация МОСАДА, ЦРУ и кто там еще? — Они договорились? — Ми-6. — Они договорились? — Они всегда работают вместе. Ты наивен просто. — Это мировая закулиса. — Это мировая закулиса. Это все заговоры. — Это самая жидомасонская. — Это жидомасоны и массажидоны это. Они потому что... — Массажидоны. Их много очень. — Массажидоны. — Значит, они просто делают в чем? У нас выборы в 2012 году. Поэтому, чтобы никто на выборы не ходил, они запускают вот эту мерзость, что мы все погибнем в 2012 году. Поэтому ацтеки-то тут ни при чем. Это все хитро задуманная провокация мирового правительства. Это надо понимать. — Я уже в ужасе. — Да. Теперь о конце света как такового. Да? Вот что я думаю на эту тему. Возможен ли он? Да? — Я помню у Ленина работу «Возможно ли построение социализма в одной отдельно взятой за жопу стране?» — Ленин Трубса? — Там слова... — За жопу в кавычках. — Да. — Скорсив мой. — Пропущенный. — Да. Так вот, возможно ли построение социализма в одной отдельно взятой стране? — И? — Возможно. — Утверждал Вождь. — Возможен ли апокалипсис в одной отдельно взятой стране? — А я не утверждаю, что в одной стране. — Я вопрос задаю сам себе. — А, ну это да. — Ты здесь вообще ни при чем. Я отвечаю на него. — И как масон сам же отвечаю. — Да. И как масон сам же отвечаю. — Нет. — Нет. — Потому что у апокалипсиса, как известно, есть две стороны. — Два конца. — Одна сторона материалистическая. То есть апокалипсис как, скажем, квинтэссенция того, что происходит в Японии сейчас. — Это грозно. — Главное. — Землетрясение. Падение. Повсеместные гейзеры. Цунами. — Меня вот это удручает. — Удручает. — Удручает. — Удручает. — Это возможно? — Ну да. — Возможно. Вопрос второй. Можем мы это предсказать на нынешнем уровне развития науки? — Боюсь, что нет. — Нет. Значит, надо этого бояться тогда. — Но люди сегодня что-то боятся. — И вопрос третий самый главный. Можем ли мы эффективно противодействовать? — Это четвёртый. — Четвёртый. — Прости. — Третий вопрос. — Надо ли бояться? — Нет. Потому что нет смысла. Мы не можем предсказать и жить всю жизнь в страхе. Это у Губермана есть замечательная четверостишая о том, что жить каждый день откладывая что-то на чёрный день означает каждый день сделать чёрным. Я не помню в стихах, мысль такая. Поэтому надо ли бояться вот этого физического апокалипсиса? Не надо. Потому что предсказать его не можем. Надо жить сегодняшним днём и радоваться. Теперь вот твой вопрос замечательный. Можем ли как-то противодействовать? Что-то сделать такое, чтобы... Пусть даже мы не можем его предсказать, но что-то сделать такое, чтобы его всё-таки не настало. — Как в фильме... — Нет, не можем. — Как в фильме «Построить ковчеги»? — Мне кажется, что это вообще может быть самый главный вопрос. — Какой? — Строить ковчеги? — Нет, нет. Можем ли мы что-то сделать против этого? — А мы не можем. Мы вообще ничего не можем сделать. Человек вообще существо маленькое и бессмысленное. — Ну зачем вот ты всё время... А вот с тобой революции хорошо делать. Ну что ты всё время зимний берёшь? Ну перестань. — Я могу взять летний. — Он уже давно взят до тебя. Зимний-то почему не хотят брать? Там канализации нет и нет. — Я тоже не хочу. Я летний люблю. — Я тебе хочу сказать-то. Физический апокалипсис, материальный апокалипсис предотвратить мы не можем. Есть планета с её законами развития, непознанными. Есть астероиды с их орбитами, массой, непонятными. Да? Может ли завтра случиться так, что завтра ничего не случится? Может. А может ли завтра случиться так, что завтра случится всё? Может. Поэтому давайте жить сегодняшним днём. Другое дело. Апокалипсис нравственный. Вот. Во-первых, связан ли он с физическим? Нет. Правда? Нет. Апокалипсис нравственный может наступить в одной отдельно взятой за жопу в счастливой стране? Да. Может. Может. При этом не будет ни цунами, ни цувами, ни цуими, ничего такого не будет. Вот апокалипсис нравственный. Вот Андрюша утверждает, что он уже наступил. Да? Ты как считаешь? Ну, он наступает. Он наступает. Он наступает. Он наступает. Помогу же. Он наступает. Второй вопрос. Носит ли нравственный апокалипсис обязательно массовый характер или он носит характер индивидуальный? Может. Я думаю, что он начинается как индивидуальный, затем прирастает, возможно. А я вообще не знаю, носит ли он массовый характер. Я считаю, что апокалипсис – это процесс, который происходит на поле одного конкретно взятого человека. Ну. Да? Как единица образования. Да. Да. И связан он, на мой взгляд, с полной утратой нравственных норм. Прежде всего. Как и там у Достоевского. Если Бога нет, значит все можно. Тварь я дрожащий или право имею. Да? Вот я считаю, что когда человек перестает поступать и говорить по совести, с ним происходит нравственный апокалипсис на его отдельно взятой планете Земля, которая внутри него. Видишь, человеки-то почему вообще задаются целью все-таки ненавственного? Как-то вот люди это упомянули. Они не страдают от этого. Они не страдают от этого. Нет, это отдельная вообще сторона, о которой пел Трофимов. Почему нас все все время пугают? То чума, то астероид, то ацтеки, то цунами, то гейзеры, то озоновые дыры. Вот уже вы не замечаете, что мы живем в постоянном обсуждении перемен страшилок. Вчера ФСБ выбрасывает страшилку, что закроют скайп. Ну не вчера, а вчера. Ну я говорю вчера, в смысле да. Ну да, недавно. Начинается истерика, да? Все заняты трое суток тем, что обсуждают, закроют ФСБ скайп или нет. А ты не читал, что я в Фейсбуке написал по этому поводу? Да я все читал. Ну молодец. Значит, проходит 3-5 дней, ФСБ ковыряет носу, да? Когда достигает максимума интернетная вуя, выступает Медведев и говорит, этого не будет. Через несколько часов выступает Путин и говорит, это будет. Вам не понравится ли не посмотреть? Да, да, да. Таким образом, 5-7 дней огромные массы народа не замечают, что происходит с их задним карманом. Ну да. Ясен, да, принцип? То есть, когда с нами хотят что-то сделать. А с нами хотят что-то сделать всегда одно и то же. Обворовать нас. Или поймить. В очередной раз. Или поймить. Ну, поймить. Нет. Ну, это то же самое. Это приятнее. Ну да. Всегда выкидывается страшилка местного характера, ФСБ закроет скайп, или глобального характера. Вспышки на солнце достигли максимума, на земле бушует магнитное буря, и через два часа все компьютеры отключатся. Ой, какие это важные. Давай не будем ограничивать специфика именно вашего государства. Нет. Это глобально. Это всех пугают. Я думаю, мне кажется, что реальный конец света потому, совершенно реален. Да. Потому что в какой-то момент, я уверен, всевозможные страшные виды оружия выйдут из-под контроля. А, вот это. Если все-таки о материальном пока. Я только начал. А, да, да. Извините. Это такая технологическая страна пока. Да, да, да. Это я упустил решение. И в мире достаточное количество идиотов, обладающих серьезными властными полномочиями, чтобы нажать, пардон за банальность, кнопку и дальше понесется. Потому что я думаю, что контролировать это будет с каждым днем как ни странно. Невзервая на прогресс, все сложнее. Потому что количество идиотов растет быстрее, чем то же самое происходит с прогрессом. Понятно. То есть бунт машин? Ну, не бунт машин. Бунт идиотов скорее. Бунт идиотов. Реальных людей. А, реальных? Реальных людей. Диктаторов, да. Плюс те люди, которых мы даже не знаем, просто сумасшедших. Или смотрящих на мир так, как они смотрят. И решающих закончить с ним. Да, это же все будет цепная реакция. Поскольку, как я уже говорил, средства серьезного уничтожения будут выходить из-под контроля. Да. И, в конце концов, вы помните эти разговоры, когда после 11 сентября стали люди говорить, а что? Можно противодействовать? Можно капнуть чего-то в канализацию? Да, да, да. В канализацию, да. Конечно. И выжить это, да, и выжить это. Так всегда было. Вот. Так было всегда. Пока это, к счастью, не нашло воплощения. Но это реально. Я считаю, что это может найти воплощение. И действительно с этим бороться просто невозможно технически. Это одна сторона конца света, да? Это вот очень-очень. Так, в общем, да. Другая сторона конца света, действительно, правда, эта сторона конца света связана с тем, о чем ты начал говорить. Да. То есть, страстный апокалипсис, что он зашел. Начинается в голове у конкретного человека или группы людей. И он нажимает кнопку. Да. Но он тоже всегда был. Это... Нет. Такого оружия не было. Оружия не было. Не было оружия, поражающее таким количеством людей. И так быстро. Да. Чуть не сказал, так эффективно. Ну да. Увы. В кавычках. Эффективно, да. Хотя доктор такой... Да. И доктор такое говорить не может. Может. Доктор любучего же может говорить. При этом я вывожу за скобки как причину апокалипсиса, действительно, космические всякие штуки. Это может случиться с каждой планетой. Нет. Ну планета живой организм. Она стареет, как любой живой организм и умирает, как любой живой организм. Рано или поздно. У нее бывают по носу? Я думаю, да. И астероиды летают. И это только в фильмах мы умеем бороться со астероидами. И так далее, и так далее, и так далее. Ну это мы видим сейчас. Я думаю, по большому счету, что нам не нужны никакие внешние причины для уничтожения. Мы сами отлично справимся со всем. И это меня очень беспокоит. И я понимаю, что против этого мы... Ни мы трое, ни кто, ни власти. Нет. Но вероятность этого... Этого может не быть. Или это может быть через весьма продолжительный срок. Но это возможно. Зло в человеке. Все в человеке. Здорово говорит, да? Как и добро. И это весьма серьезные вещи. И это не повод, чтобы не жить, не рождаться, самоубиваться. Но об этом нужно помнить. Помню о смерти, да? Моменты в море. Да. Моментально в море. Да. Я считаю одну простую вещь. А не пофиг ли? Если ты не можешь чего-то предотвратить, то не пофиг ли. Ты в любом случае не можешь этого предотвратить. Больше это строить как чей. Кстати, очень хорошо, вот именно в том фантастической фирме, многие его ругали, а мне он понравился на самом деле. Кто? Ну, это 2012 фильм. Попсовый фильм. Он, кстати, хорошо был сделан с точки зрения зрелищности и многих показательных моментов, в том числе и пофигизма, когда люди пытались достукиваться, когда просто те вещи, когда на данном уровне еще можно было что-то сделать, пытались маленького уровня ученые достучаться до правительственных чинов, как он пытался, чтобы он слышали хотя бы. Да. Это очень важный момент. Это как раз то, что ты говорил. И невозможно. Когда вот он это дерьмо уже прет и уже надо что-то делать, а он пытается вот там бегать за этим, хоть сказать как-то ему. Вот. Это как бы вот один нюанс, да. А второй нюанс, ну, как бы они не бились, как бы там строили какие-то ковчеги и дали, ну, суть-то в чем, все равно на маленьком уровне там половина всего этого пошло в трах. Да, да, конечно. Конечно. Ну, и в этом смысле лучше об этом как бы не заморачиваться, не сходить с ума ежедневно и не думать об этом. Так как все равно мы нашей истории планеты не знаем, потому что, опять же, планета в первый раз уже погибала и так далее. Да, погибала? Ну, об этом же якобы эти всякие погибшие цивилизации, якобы. Это все не доказано. Лемуры, понятно. Да, да. Было это, не было. Атланты, Атлантиды, было это. Этого никто не знает. Это что-то происходило. Все, что мы знаем про планету и про космос, это все очень приблизительно. Атланти держит небо на каменных руках. Да, это все очень приблизительно. Поэтому я считаю, что ну вот не пофиг ли, собственно говоря. Человек должен жить, как вот он живет. Человек будет заморачиваться какими-то проблемами. Вот я завтра, и что тихо? Знаешь, мне на что похоже? Да. Вот есть категория очень тяжело больных людей. Да. Раковые и так далее. Которым, предположим, сообщают, что им осталось жить 6 недель. Да. И они начинают все прожигать. А есть страшная вещь. Что-то показано, у них в том докторе-хаусе было. Когда приходит они такой больной, и доктор определяет прияву. Вы сказали, что умрут через 6 месяцев. А я излучился. Угу. Я вам сейчас хочу вкратить иск. Потому что я продал свой дом. Я прогулял все деньги. Я сейчас должен жить. А что я должен делать? Нет ни денег, ни работы, ничего. Вы виноваты в этом всем. Что вы сказали, что умрут через 6 месяцев. Поэтому приготовился. Насколько определенные мы это сказали. Знаешь... Это другая... Это вот какая тема, на мой взгляд. Связанная с апокалипсией. На мой взгляд. В последнее время, вот каждый день сейчас, буквально, в печати и по телевизору, где только этого нет, что Ванга якобы предсказала землетрясение в Японии. А раз она предсказала землетрясение в Японии, значит, все остальное она предсказала тоже правильно. И Ванга предсказывает, что весь мир погибнет, останется только Россия. Ясно, да? Вот я хочу сказать, что я лично, я лично, категорически не верю ни одному Нострадамусу, ни одной Ванге и никаким ацтекам. И я ни одному человеку, который может предсказать будущее... Особенно такое? Да любое. Я не верю. По той простой причине, что я верю в Бога. Ну все. Я знаю, что будущее открыто только Ему. Вопросов нет. Нет, вопрос есть. Потому что масса людей читают эту Вангу или вот смотрят НТВ и, понимаешь, смотри, это же что? Это же отвратительно, вот так вот говорить. Весь мир погибнет, останется только Россия. Да. Понял, да? Это гиперкомпенсация собственного ничтожества. Вы все там, которые утопают в богатстве, вы все грохнете и скоро накроетесь медным тазом, а мы самые духовные и чистые выживем, да? Вот я просто хочу, чтобы люди не верили этому. Да? Ну и все. Мы можем своим эфиром призвать. Да, призвать не верить этому, читать хорошие книги, думать своей головой и понимать, что человек предсказать будущее не свое, ничего бы то ни было. Это уже хорошо сказал Булгаков в попсовом произведении «Мастер Маргарита». Ой, замечательно, да. Как человек может управлять чем-то, не зная своего завтрашнего дня? Совершенно верно. Просто прекрасно. Да, да, да. Уничтожное количество лет. Да, 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 да. Поэтому, соответственно, что… Поэтому давайте подводить итохис. 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 Нет, просто погоди секундочку. Еще я все-таки прошу тебя. По твоему Нострадаму-то. По оптимистически. Я более приземнен, ты более духовно, говорю там про Бога и так далее, ты более приземнен. Не применяй по отношению ко мне слово «духовность». Хорошо. Вот. Ты пытался быть духовным. Нет, нет. Ну ладно, черт с тобой, будь таким хочешь. Вот. Я скажу так, что предсказать, особенно в таком проекте, как Нострадам, Ванга, так далее, невозможно. По одной простой причине, как я уже сказал, земля – это живой организм. Любой живой организм постоянно меняется. Невозможно предсказать, но для этого надо слишком много знать изменений всех, которые произойдут за этот период времени. То есть, почему уже у этих предсказаний было конца света страшное количество. По крайней мере, за последние сто лет их было уже пять. Таких, когда люди готовились к нему уже, да. Вот. Потом списывали, а, на самом деле, концом света был приход Сталина. Потом, а, концом света было еще что-то. Уход Сталина. Да, да, да. Что-то такое. Постоянно что-то списывают. Просто больше, чем приход Сталина. Подземный переход. Подземный кирдык не произошел, как говорится, со всеми, да. Поэтому надо же на что-то свалить, надо же как-то оправдать, что все-таки что-то было концом света, да. Вот. И периодически на это сваливают. Будет, не будет, там, потоп, там, еще что-то. Потап. Да. Что-то там. Кто-то пытается, там, из Библии приплести сюда. Кто-то Нострадам, кто-то Вангу, кто-то Ивангу, кто-то еще кого-то там приплести. Все пытаются на тех, конечно, потому что это свойство человека – бояться. Человек, к сожалению, боится смерти. Именно поэтому он постоянно вот всех этих концов смерти он просто боится, он все ждет. Господи, вот можно, пока вот я живу, его не будет конца света, а? А потом что угодно. Вот что угодно потом. А дети. А это уже, на самом деле, это все красивые слова. Большинству людей абсолютно плевать. Ему важно, чтобы вот он прожил. Вот это. Я циник, наверное, это ровно так. Нет, я думаю, это правда. Ему ровно вот так важно, что вот пока я живу. Вот можно конец света не будет, пока я живу, а? А потом вот вы разберитесь без меня уже с ним как-то, да? Вот с одним концом света. А чего вы там сделали? А почему человеку нужно бояться? Я не знаю. Может, потому что человек боится неизвестности. Человек боится неизвестности. Я вот смерти не боюсь по определенным своим причинам, да? Вот. И большинство, но большинство людей, так как они там не были, да? То есть, как говорится, не видели вот то, что там бывает после смерти, вот. Они боятся, они боятся того, что там с ним проделать. По этой же причине люди боятся уезжать там куда-то из страны, из города, еще что-то такое. Особенно в России. Может, если в той же Америке люди постоянно ездят в Европе, да? Переезжают из города в город абсолютно нормально. Здесь переехать в другой город для целой истории. Поэтому, может быть, в России люди поэтому больше боятся? Я не знаю. Вот. Сложно сказать. Я думаю, что связано именно с персональными страхами. У меня родилась философская мысль. Я считаю, что каждый человек чего-то боится, потому что на свете есть человек, который боится этого человека. Очень интересно. А кто боится хефиться? Меня боятся огромные массы людей. Они не знают, что они боятся именно меня. Но они боятся меня. Поэтому я считаю, что в каждом из нас сидит страх, потому что нас кто-то боится. Подводя итог, я хочу сказать следующее. Если я ошибусь, поправьте меня. Бояться материального апокалипсиса, в смысле взрыва планеты, тотального цунами и прихода вселенской чумы не надо. Потому что это нельзя ни предсказать, ни понять, ни предотвратить. Правильно? Правильно. Верить людям, которые предсказывают конец света в каком-то конкретном году, верить не надо. Потому что у этих людей нет ни моральных, ни физических ресурсов для такого прозрения. Будущее знает только Бог. А если вы не верите в Бога, значит, будущее знает только само будущее. Третье. Что надо бояться? Бояться надо нравственного апокалипсиса, который может разыграться на вашем конкретном поле, если вы не будете жить по совести. Вот такой нравственный апокалипсис может привести... Ваше отдельно взятное решение. Секундочку. Я тебя перебью. Перебей. Не бойтесь чумы. Не бойтесь тюрьмы. Не бойтесь смрады и ада. А бойтесь. Единственное только того, кто знает, я знаю, как надо. Вот. Не верьте ему. Гоните его. Он врет. Он не знает, как надо. Вот. Галич. Бессмертный Галич. Да. Так вот, заканчивая, что я хочу сказать. Что боятся нравственного апокалипсиса на своей собственной территории, да? Потому что этот апокалипсис может поразить не только вас, но и того, под пальцем которого находится ядерная кнопка. Ведь на его поле тоже может разыграться нравственный апокалипсис. Тогда он ее нажмет, и вот тогда будет, да? Поэтому предотвратить материальный апокалипсис, вызванный не астероидом, а человеком, предотвратить такой апокалипсис можно. Чтобы предотвратить его, надо предотвратить апокалипсис нравственный. Возре себе. Да. Короче говоря, любите друг друга, черт возьми. И дастся вам. Да. И дастся вам. Прозит? Прозит. Прозит. И получает.